Доброе утро! Доброе утро! Я вам уже всё написала, Игнатий Тихонович, так что добавить нечего. Ну всё равно, разве плохо увидеть друг друга? Господи, это моя мечта, никак не допускал меня судьба моя к вам добраться. Сколько раз? Ну три раза точно. Вот если всё нормально и обмана никакого нет, вы узнаете у него тогда. И желательно бы с ним приехать. Что вам делать-то? Начнём опять. Видите, уже целый список я вам всё написала. После беседы с ним я вам главные вещи записала, чтобы не забыть. Опять он вам написал. И я уже запуталась, кто кому писал. Мне, он, вам ли. Я уже запуталась везде, я все тексты читаю на всех языках. Короче, сначала у него был разговор или в письме, что он едет к своему этому джастису в феврале. Да. В следующий месяц. Правда? Да. Теперь, потом он говорит, мне, наверное, в разговоре сказал, что только осенью, следующей осенью, чуть ли не через год, когда у него поправятся его финансовые дела. А следующая информация, значит, вам, что уже где-то в августе, что ли. Так что всё непонятно. Всё у него, так сказать, неконкретно. Хотя, говорю, для протестантов, логически думающих людей, они очень трезво всё взвешивают и очень жёстко планируют и финансы, и свои разъезды. Вот это первое. Дальше. Подождите, не сходится. Второе. Второе. Опять же. Он мне обещал прислать видео или фото монастыря. Не прислал. И сейчас, когда он написал, что он был там, и ему не захотелось там учиться, опять он не сказал никаких деталей о своём впечатлении. Побольше бы рассказал его впечатления этого такого довольно консервативного православного мира, таким является Джордан Вилл. Ни слова. Очень вообще избежал этой темы. Дальше. Первое, что я начала спрашивать, вам послали кучу информации. Во-первых, начинала я с извинения. Я вам пообещала объяснить, что это за видео, там разговор на огороде. И не исполнила своё обещание, не позвонила, потому что я поехала к Игнатию Тихоновичу за деталями. Когда он мне расшифровал всё, что это родственники и какая проблема, я потом решила вам уже звонить, чтобы вам так же всё перенести, объяснить. Но вы получили от Игнатия Тихоновича информацию, надеюсь, где он всё объяснил. В ответ, да-да-да, я всё получил. Я, конечно, здесь не выдержала, обругала. Стив, Игнатий Тихонович и я вам послали огромное количество материала. И вы ни на одно не ответили. Даже настолько, что Игнатий Тихонович стал волноваться, нервничать и перестал спать. Я не играла, это правда. И в доказательство, говорю Стив, у нас 12 часов разницы. И что Игнатий Тихонович так волновался, что как-то нету контакта с обоюдой стороннего, он несколько раз мне звонил, писал, когда у него была глубочайшая ночь. И вместо того, чтобы человеку отдыхать, чем более в его возрасте, он весь озабочен вашей душой и вообще, где вы и что вы. Это я ему всё-таки высказала. Молодец. В ответ он, конечно, стал извиняться, извиняться, извиняться и поплялся, пообещал, что пошлёт вам много видео и фото. И все, даже спросил, а можно ли мне послать ему? Я говорю, да кто это, что вы у меня спрашиваете? Он от вас ждёт. Пошлите ему сколько угодно информации, фото, видео всей вашей семьи, чтобы он как раз до конца понял, кто вы и что вы. А пообещал, опять пообещал. Опять ещё его нету. Вот видите, вот здесь надо, я говорю, для этого протестанта это очень странно. Я всегда помню, что он не только протестант, он ещё и в недавнем прошлом политик. А это совсем особая структура людей, которые у нас здесь занимаются, лезут в политику. Так что это очень-очень меня опять напрягает. И не вызывает симпатии. И следующее минус опять негативное. Когда я ему сказала, ну вы поняли, что это была история на огороде. Что это на самом деле была встреча семьи. Три брата и сестра. И они решали свои семейные проблемы, конфликты. А проблема заключалась в том, что, к сожалению, и у Гнатия Тихоновича такая же судьба. Как и Христу достался среди 12 учеников один предатель. Так у его семьи из 10 детей один оказался склонным к пьянству и к совсем другой жизни. Это огромный крест, который Гнатий Тихонович несёт всю жизнь. Вот такое заключение. Так это брат-то не просто так. Он в КГБ работал. Это я не стала ему уточнять. Понятно было. Порща какая. Он один из наших, только единственный был, кто в комсомол вступал. А я ему достаточно сказала, что это крест, который Гнатий Тихонович несёт всю жизнь. Вот такой человек в его семье. Как Иуда у Христа. Вот. И опять, он не сказал, откуда он этот фильм получил, на котором заострил такое внимание. Не сказал. Вот не сказал. Вот дело в том, что у меня опыт. И у меня не просто опыт, а огромнейший опыт. И вот такие люди, когда бывают, уклоняются от скайп. Видели его. И оказывается, там ничего нету. Подделка. А они дальше не знают, почему он не отвечает. А ему это всё равно. Это не он. Я поэтому высказал, невозможно ли такое, что там ничего и нету. Никакого. Он, я вам написала. Сейчас, минутку. Подождите. Так, я открыл, Володя, там печку топит одновременно. Так, это у меня уже было такое. Как можно не отвечать? Он только сказал вчера относительно книг, относительно молитвы. Я всё время всё закрыл, только им занялся. И уже послал всё о молитве. Все эти поправки сделал. Для него именно поправки, чтобы было. Буквы там выправил, чтобы перевозчик сделал. Потому что на русский язык святые божии. Надо святой написать. Ну, потому что это механика. И я ему уже послал. Но он мог бы хотя бы сказать. Благодарю. Thank you very much. И всё, больше мне ничего не надо. Нет, ничего. Ни слова. Ни одного нет слова. Я ушёл вечером, там молюсь. Я уже не знаю. Я не хочу думать. Но в жизни моей было так. Это всегда обман. Когда вот так поступает, этот человек ничем не беспокоится. Я беспокоюсь в последнее время приобрести дом ему. Вы пытаться скажите. Я передаю другое место. Во Францию уехал Витя. Продаёт ли он дом? Он говорит, продаю. Я говорю, я у тебя покупаю его. Чтобы он приехал, был большой дом. На нашем. Я уже приобрёл несколько. Я знаю эту историю. Я историю похожу. Большой. Он говорит, Виктор, только через год. Я тогда подумал, через год это что-то торможение. Торможение по отношению к этому человеку. А теперь я уже мнение направляю на этого человека, кто заказывает. Я ему уже дом. Притом платить не надо. Финансы не надо поправлять. Приезжай и живи. А там дальше постепенно поправится. Дело в том, что у тебя будет хозяйство, будет прибыль. Если будете говорить. А у вас уже всё. Я бы заботился сейчас о питании. Всей семьёй я могу прокормить его год. Бесплатно. Две вещи. Я на 100% с вами не согласна. Две причины. Первая. Я знаю разницу. Вы абсолютно, вы отвечаете за каждое своё слово. Таких людей, по-моему, больше нет в мире. Поэтому, судя по всему, по нашему отношению с ним, это настолько человек безответственный, несерьёзный, меняющий свои планы и вообще не понимающий, что ему делать. В отношении России. Поэтому, опять я вам говорила раньше и повторяю, не предлагайте ему все эти удобства и услуги и помощь. Поймите, что здесь другой менталитет. Поймите, что здесь всё перевёрнуто. Если вы предлагаете ему бесплатный дом, бесплатную еду, он испугается и скажет, что это какой-то кошмар. Американцы рождены с компьютером в башке и в сердце. Они всё рождены, они независимы и должны идти своим путем. Только брать деньги, только в банке. Продукты только в магазине. Дом только через, как там, через банк покупать. Как там у вас называется? В общем, долг на всю жизнь. По-другому они не умеют мыслить. И ваши предложения, ваши открытия, объятия поймут, могут понять по-другому. Вопрос вам на засыпку, как говорится. Знаете ли вы нашу жизнь, когда люди, бездетные там семьи, берут детей, адаптируют по два, по три, а он целых там шесть или семь взял? Как вы это сами объясните? От широты христианской души? Конечно, вы скажете так. А если я вам добавлю, что это бизнес, потому что за каждого ребёнка государство даёт огромную финансовую помощь. Не только помощь, а родитель, как зарплату получает, аж огромную на каждого ребёнка до 18 лет. Я знаю, к сожалению, один грустный опыт. Моя подружка рассказывала, что такая одинокая женщина называется Foster Parent. Foster Parent. Она взяла четверо детей. И такая финансовая помощь от государства гигантская, что ей не надо работать. Она ей ничего не делает. Дети как зверята растут, сами по себе, как Маугли. А она там наслаждается своей жизнью, которая финансово обеспечена. Вот так. Посмотрите это. Я просто вам даю информацию о предмышлении. Вот что вы сказали. И не надо больше так звать его со своими огромными объятиями. Не советую. Ну, за то, что я сказал, вот как сказали с широкими объятиями, я могу подтвердить каждое моё движение, каждое моё письмо, Евангелие. Да вы-то подтвердите, но так, американец не так это всё понимает. Ну, хорошо. Я здесь, допустим, наши знакомые тоже взяли эту ипотеку государства на строительство дома, то другое. Я осуждаю это. Вы верующие. Зачем лезете под еврейские проценты? Мы объявили здесь, и Господь даст. У меня нет ничего. И за всю жизнь я не был должен ни рубля. Ни государства, ни людей. Я знаю всё это, и поэтому очень у вас уважаю. Вот, допустим, мы приехали, брат у меня, за мной, он такой же. Ну, я старше их, поэтому имею влияние. Надо есть, а есть нечего. Я бегу на вокзал, жду поезд, начинаю чемодана носить где-то людям. Смотрю, снег на крыше. Скоро, я гляжу, не могут. Кому-то дрова распилить, что-то сделать. А свободно идти, у меня с собой сумка с инструмента, на велосипеде еду пищи делать. И у меня всегда всё есть. Поэтому никогда ни перед кем независимым быть, если у меня сила, здоровье есть. Ему, когда будете говорить, у меня не ваши слова, менталитет, я всё это знаю, не трогают. Зачем мне знать это? Я знаю, но в данном случае я христианин. Бог всё от меня это убрал. Я много что знал. Много. И когда людям говоришь, ну, это вам Бог дал талант такой, память такая. Я говорю, а вы слышали такое? Есть молитва такая, я прошу у Бога отнять у меня это. И что? И Бог в один день отнял у меня. Я был душой общества. Я сотни анекдотов мог рассказывать, в армии был, где вокруг меня всё кипит. Когда я уверовал, мне это не нужно. Я встал и помолился, Господи, убери от меня это. Я встал утром, ничего не помню. Я говорю, вы слышали такую молитву? Да, это мы знаем. А я теперь говорю, убери, Господи, это. Ощисти меня. Я буду твоим сосудом. И поэтому мне эти менталитеты, африканец он или кто-то, нет. Я ему предложил то, что объединяет всех. Ян Златовус говорит, в каждом государстве свои порядки. И закон это действует на граждан того государства, где ты живёшь. Ну, мне надо учить правила движения где? В России, вам в Америке. Но есть один закон, который для всех, который регламент не берёт от людей, а берёт от него. Это христианство. Тысячелетия идут, а мы разные национальности, мы все едины. Нас сейчас воскресили в первый век людей. И они как будто со мной жили. Я ему это предлагаю, чем я живу. Поэтому пусть он даже не понял меня, но скажи, вы наконец встретились с тем, что вы искали. Это древнее. И поэтому, когда я сказал, вот я думаю сейчас о доме, как ему жить, как детей адаптировать здесь, как они будут встречаться, как будут пасти коров, как будем с ними летом быть. Я представляю это всё. Я весь в молитве в этой о нём. Если Господь прошибёт это у него, он поймёт, что его Бог избирает для чего-то, чтобы узнав это первохристианское, теперь войти в Америку ему туда. И повлиять там через интернет или как, что вы говорите то, другое, Америка знает долги, ипотеки. Вот жизнь. Жизнь и взаймы. А жизнь на сегодняшний день. Я сегодня умру, и где моя душа будет? Вы ему как-то по-своему это понимаете? Вы это желали? Вы молились, а Бог ответил на вашу молитву. Другого больше не будет там нигде. Вот при меня они пишут, как так, Игнатий, у него там баптисты, католики, мусульмане. Как вы со всеми язык находите? Дело в том, что я не ищу. Меня спрашивают, какая программа? Программа в детском лагере, программа в институтах. И у него нет программы. Я утром встаю и молюсь. И больше, вот вчера спросил он про молитву. Так я ему еще дополнительно там про молитву сбросил. Как молиться за китайцев, как молиться за японцев, за разных людей. Это у тебя внутри будет этот пылать огонь в костях. Вот скажи, вы искали это, пришли. Вы пришли уже, все. Вот только вопрос. Вы, Игнатий Тихонович, вы меряете мир по себе. Нет, нет, я по Евангелию, по Евангелию, сестра. Ну, правильно. А это ведь совсем не так. Вот в этом ты беда. В этом ты беда. Это вот нашего больного мира. Павел говорит, подражайте мне. Тем, в ком видите этот образ. Я могу сказать, подражайте мне. Почему? Все, что я понял. В первый день, когда обратился, они меня могут отвергать от Христа. Вот за это вот. Люби это. А у тебя ты любишь это, а я тебя отниму. Я понял, убираю. Я учусь. У меня блестящее будущее где-то. Человек 14, человек на конкурс, я его прошел. Прошу комиссию разрешить сдать по-английски, немецки или французски все предметы. Но я все это убрал. Почему? Теперь дальше у меня будут они вот это, это по работе. Я это все устранил. Все. Берите. Голый ствол. А здесь Господь будет так, что и рассметен засохший жезл Моисеев. Аронов. Да, да. Аронов. Ну вот. И, наверное, вы помните, вы же любите классику, это Ковадис. Еще голливудский фильм 60-х годов. Кончается тем, что из горящего Рима Петр уходит. И находит жезл, который рассветает. Не помните этот комикс замечательный? Нет? Нет, я не все, может, даже расслышал. Ладно. А. Да. Но это фильм, вот посмотрите, вы же любите эти фильмы. Ковадис. Это голливудский фильм. Это который 61-го года еще. Да, да, да. Да, о, я его всем предлагаю. Кама Гридеши. Там играет Питя Рустинов Нерона играет. Может быть. Но это к тому, что там именно рассвел этот посох. Да, да, да. Кончается фильм. Да, да, да. В конце фильма, когда с Назарием Петр идет. Правильно. Из горящего Рима. Ну, ладно. Хорошо. Я не... Вы ему пишите все, что хотите. Переводчик прекрасно работает. Я ему ничего не предлагаю больше, Стиву. Только уж в крайнем случае. А вам опять мое предложение. Он задал вопрос. А можно ли прислать двух детей на какое-то время? Вот за это бы я уцепилась. Вот это как раз... Возьмитесь за его вопрос и раскрутите. Хорошо. Мы рады будем принять двух детей. Только скажите, какой возраст. Вот. Как их определить? В какой класс школы нашей? Вот детали. Дайте нам детали. Вот. И здесь, если действительно на этот вопрос он откликнется, и вы начнете работать серьезно, я бы здесь, может быть, подключилась. Я бы этих детей вам и привезла. Так. Тут очень непросто. Дети. Даже у нас племянники решили приехать из Киргизии. Здесь очень непросто. А почему они здесь? Вопрос сразу власти. С властями тут ничего. Детей в один день отнимут, и я еще буду делать. Должно быть документировано. Он должен приехать, отдать, написать там. И какая причина, что он переезжает? Здесь ни одного дня дела. Ну, я понимаю. Но, может быть, это можно было бы оформить. Действительно, на самом деле, вы ему скажите, чтобы привозить их детей. Вам повод приехать. И этих детей двух привезти и оставить. Как он на это реагирует? Это как экзамен для него. Насколько серьезна вся эта его болтовня. Но эти вопросы я вам уже задал вчера про детей. Вы видели. Задал вопросы. Почему им зимой? Зимой почему? Если просто ему выхода никакого, тогда мы и зимой примем. Но у нас в Уставе написано, зимой не принимаем. Да. Вы написали, что климат, и тем более южного астрата, теплого Сибирь, снежного. Это вообще тоже, конечно, очень странно для него. У нас уже около Потеряевки два человека погибло. Третий нынче зимой погиб. Он неизвестно куда, но в сторону Потеряевки двигался. И начали только в кустах замерзшие все. Там нету ни одного строения, ничего нету. Деревья там далеко за 4 километра, ни одного огонька нету. Вышел, идти некуда. Да он пошел по линии. По линии шел, его пояс задавил. Тогда опять, если этот человек разумный, Стив, и знает, в каких условиях живет его друг в этих, как называется, в юртах в Сибири, а сам он живет в комфортабельном южном штате, то почему он предлагает детей привезти зимой или прислать, как посылку к вам зимой, это опять абсурдно. Это может быть не то, что провокация, но игра слов. Я предлагаю такой вариант, который, конечно, Игнарий Тихонович не возьмет, но зато это все-таки наше общение. Это надо быть дураком, чтобы предлагать в Сибирь послать детей, одних независимо, без отца, неизвестных в страну, без языка, в другой климат. Это один абсурд. Как объяснить такой вопрос, это взрывомышливого человека? Он какой-то нездравомыслящий человек. Один из вопросов так, у меня уже это было. Он говорит, пишет, личной встречи не было, мы его не знаем. Там просто люди задумали особо и вот этот разыграть с нами. Никаких детей там нету. Приехать он не думает, но он до конца выпытывает, что, как мы будем реагировать. Потом, чтобы это все представить, представить перед людьми. А то у нас было уже у меня такое, поэтому я прошу личной вашей встречи, когда он приехать должен, или хотя бы в скайпе увидеть. Ну, допустим, он думает, что думать-то? Ты приехать должен сам с детьми, показать государству, что ты думаешь сюда переезжать. А так они не возьмут. Они в один день у нас... Мы стоим на особом учете, за нами следят. За нами ни одного, кажется, пункта нет, чтобы к нам власть имела претензии. Вот в прошлом году этот был, и вот что? Все, арестовали, просидел здесь сколько в заключении, экстрадировали в Украину. А он уже все завез, все строит, и говорил, я поеду оформлять то, другое. Обманывал нас, обман был выявлен, и все. Пять лет ему теперь запрещено заезжать в Россию. Так что здесь, скажем, вопрос с вашей стороны должен. Не просто толкнуть зимой, а вы даже весной приехать, когда тепло, все побыть, чтобы... Да и просто посмотреть, чтобы вы с ними были, вы, и тогда будет разговор, и на учебу, и все остальное. Он спрашивал, если только серьезно, это не подставная фигура, не разыгрывают они нас, это игры были такие с немцами, будто бы немецкий тут шпион, а на самом деле он давно работает на КГБ, на НКВД, там это такое играет, игра по радио. А те сбрасывают, там сбрасывают самолетом, там что требует деньги, заваливают их. А тут ничего нету. А они тут вышли... Я поняла. Знаете такое, по лесам идут тут окруженные немцы, у нас большая группировка, почти 100 тысяч, и вот надо то другое. И они посылают людей сюда. А кого послали проверить, они его и говорят, не дошел. Я согласна. Я поняла, поняла. Это новый вариант обмана игр через сегодняшнюю технологию, через компьютер, через интернет, через... Да, может, никого и нет, никакого миши на свете нету. Ну вот он мне сказал, начал разговор с того, что он наконец-то приобрел телефон нормальный. Почему-то он только сейчас проснулся, его приобретать они раньше. И якобы у него может быть скайп. А хотя он живет где-то в дремучести какой-то. Это тоже абсурдно. Нет у нас здесь никаких дремучих точек. Нет, я думаю, может быть, плохо состряпанная версия, под которую они сейчас не знают, что подстроиться. Они не ожидали этого, что я раскрыл арабиатия. Давай, но только я показал, 10 июня я там буду. Ты перейдешь раньше, я тебе передам. Володя на два месяца почти раньше едет, чтобы свой огород засадили. То есть я подхожу к этому, как христианин, и я надеюсь на Бога, но этого ничего нету. Ни на одно письмо, сколько фотографий получил. Ну, ты сказал, я получил 75 фотографий. Нету. Я получил... На практике я узнаю, что как вы молитесь, нету, как будто ничего нету. И поэтому там ничего, может быть, нету. Фикса, идея. На ней сейчас разыграют. Да, нашли человека, обдумали, чтобы разговаривал по-английски с вами, скажут, что он выйдет, не попасться. Я тогда так. Вот один просится. И говорит, я нахожусь в городе таком-то. Я говорю так, слушай внимательно. Ты должен быстро сделать, что я тебя попрошу. Действительно это в этом городе. Слушай, я говорю, А уже вышел. Мы разговариваем по скайпу. Сейчас, в течение одного часа, ты мне пришлёшь фотографии. Подойдёшь, где администрация вашего города, станешь, и вот так вот руку с правой стороны поставишь на одну ладонь выше головы. Вот так вот. Я знаю, что такой фотографии нет. Он должен сейчас сделать. Потом ты... Это вы про Никиту. Это вы про Никиту рассказываете. Я вспомнила. Нет, нет, нет. Не только Никиту. Это ещё приезжал один. А теперь поди к военкомату, покажи вот так руку. И он сделал. Ему точно так же. В каком городе? В таком. Сделайте фотографии. Только в течение одного часа сделайте. И пришлите ко мне и вам. И будет видно, что ничего нету. Всё рассыпалось. А этот всё прислал. Прислал, я дал разрешение. Он приехал. Полтора дня был, я выгнал его, и всё. Полтора дня. Почему? Не хотел работать. Это как так? А я устал. Только вы ещё утром на работу. Я устал. Мы в лесу уродуемся, деревья валим. Он встал, стоит. Я устал. Так, собирайся. И всё. Отправил. До свидания. Тут работать надо. Чтобы было красиво, хорошо отдыхать, надо тело в тело загнать усталость. Такую усталость. Думать, как до постели дойти. Да. Согласна, согласна, согласна. Совсем согласна. Всё понятно. Значит, этот вариант не скидывайте, что ничего нету. Это специально против меня. Обдумали хорошо наши человека, говорящие по-английски. Мы работаем, но сами про себя знаем, что это игра. Потому что вот и выходит, я его глаза даже не видел. Теперь, который он выставил встречи в церкви, он ни на одной нигде нету. Там дети, священник, тёмной кожей, и всё. Больше никого нигде нету. Ездил ли он в этот жандамбиль, ничего нигде нету. Нету. Вот. Если мы были, вот к нам приезжают, мы всё фотографируем, в зале приходят, молятся люди. Мы все открытые, полностью открытые. За столом сидим. Я вышел, слово говорю, остальные сидят здесь. Ну, у нас шага одного нету, чтобы вот она, видишь, голуби летают у меня сзади. Да. Вот. А Таня прогулку делала. Показываю про всё. Почему? Как мы молимся, просим, утренние молитвы, завтрак, как идёт. Здесь ничего, ровное место. Ровное место. Я вам всегда это говорила. Я почему? К нему охладела. Совершенно. Из сегодняшнего вежливого беседы, он очень вежлив по телефону, очень вежлив, американцы все вежливые. Я вам даже привела пример, что с улыбкой вас увольняют, говорят, до свидания. Вот. Это такой стиль, столько всего. Поэтому посмотрим. Вы с ним общаетесь, прекрасно, пишите ему сами. Лидия сказала, что вы приобрели телефон. Надеюсь, вас увидеть на скайпе со всей вашей семьёй. Благ. Всё. Сделайте сами это. Ну, насчёт детей-то как? Я толкну двоих в другое государство среди зимы. Это вообще... Вот именно. Это не то, что... Даже не как. А они могут так, найти какой-то там с бородой, который проповедует, скажет, он клюнет на это. Но я-то молюсь, и у меня сразу возникает мысль, как здесь не сходится, здесь не сходится. Опять радиоигра начинается. Увы, увы, увы. Вот видите, вы сами, сами со мной соглашаетесь, что это странный человек. И у нас все общения как игра в одни ворота. Мы его обнимаем, мы его любим, мы его, так сказать, обеспечим его всем по-христиански. От него только увежливый разговор, весьма сдержанный и никакой информации. Никакой. Почему? Он только написал, что он предлагал, предполагал в Джордан Вилл взять курс обучения, а я вам, кстати, говорила, что наверняка он хочет получить диплом священника православного. Ему там это не понравилось. Одна фраза, не понравилось. Что не понравилось? Деталей нет. Вот и все. Пришли фотографии, он мне обещал. Такой вежливый, да, да, я пришлю, пришлю вам никаких фотографий, ничего. Об этом Джордан Вилл. Так, теперь подведем черту пока до сегодняшнего дня. Мы ничего не потеряли. Мы бодрствовали, мы молились. Потеряли время. Время и кусок души. Я потеряла кусок своей души. Мне очень жалко это. Нет. А я ничего не потерял. Я благодарил Бога, я предполагал, такой вариант возможен, и что никакого человека там нету, за кого он выдает себя. Ну, они обдумали, так скажем, а как по-английски кого-то дадут переговорить. И этот, который здесь, его друг-то, вот этот, Джастус, Волтер-то, может быть, они вообще не знают друг друга, который с нами это играет. Никак. А вы, кстати, вы же с ним вроде бы вышли на контакт, или тоже нет? Не вышли. Все. Мы уже звонили, уже говорили, что я жду, но звонка пока нету. Вот тоже фокус. Господи. Притом ему подробно-подробно все рассказали этому смехотворцу-то. Хохотщику-то. Но хохотщик молчит, ничего нет. И теперь он дом построил, там я вам скидывал где. Теперь он не в юрте. Не в юрте. В юрте в стороне далеко где-то стоят. Я видела. Я все видела. Родители приехали к нему. Да. Там ребятишек видно на втором этаже были. Но этого ничего нигде нету. Я ничего не потерял. Мы молились. Я тут познакомился с этими переводчиками механическими. Новые люди вышли. Вот вчера этот Сергей Игнатов с Украины ему такое письмо написал. Он в фейсбуке его сам нашел. Когда я сказал помогите мне этого найти. Найти. Стива Митчелла. И Сергей взял там распространение в фейсбуке. И он на него вышел сам. Этот человек. И о ней маленько что-то как будто разговор был. А теперь ему Сергей попросил напиши ему подробно о себе и узнай. Тоже ничего пока нету ответа. А написал-то письмо хорошее он ему. Да. С большими деталями. По частям. Перевод. И по-русски, по-английски, по-русски, по-английски с такими кусками. Я прочла тоже все. От него. А от Митчелла ничего. Ничего. Ноль. Знаете что? Вот у меня какие-то большие материалы есть. Меня обязательно нужно толкнуть. Вот кто-то и как-то. Вот в это время, когда мы были здесь, ну, только в этом доме поселялись, кажется, чуть пораньше даже. Тогда трудная обстановка была. Некоторые ходили на базар, торговали там, пирожки там разные делали. И вот сходили они к католикам познакомились. И даже уже молились, взявшись за руки в круг. А я в это время попал в больницу. У меня просто после операции там трудно было. Католики. И о католиках у меня вышло там в больнице две большие темы. А потом и третья. Я написал их ночью, а там далеко фонарь подсвечен. А видят, только лист бумаги и не видят, что пишу. Называется гордость папства. И второе. Человек-убийство и ложь Ватикана. Это для слова к истине, к истинному православию. Там эти статьи. И фатимская трагедия или надежда. То есть, три больших материала. Вот. Если бы там не пошли наши туда к католикам, у меня бы этого не было. Это ты принесла? Да. Это моя настольная книга сейчас около моей постели. Вот так. Вот. И поэтому в этом ничего особенного нет. Ну, какие-то люди задумали там посмеяться. Ничего. Для меня многое через это открылось. Я начал работать сейчас переводы, делать этим. Тема. Сейчас по-русски проверю на несколько раз, чтобы перевозчик-то, он не понимает, где ошибки мои и как их реагировать. Так что, то, что вот эта игра прошла, допустим, игра. Ничего. Что так глупо поступать, детей отдавать человеку, это не свойственно. Это они играют кто-то. Я все больше склоняюсь, что там ничего нет. Вот однажды зашли ко мне двое. Мы звать Николая Иоанна, фамилия Колесникова, мы старенькие. Дети приехали, ее показали на ваш. Вы сделайте так, чтобы отчет был за каждый день, как вы, чтобы посмотреть. Ну, это хорошо. Но у меня есть друзья, которые говорят, никого там нету, это враги вам написали, посмотреть что. Но я после этого ни одного дня не пропустил. Теперь 1115 события дня. 1115. Они меня сдвинули, у меня столько за день, и у меня все в архив шло, а теперь я выставляю. Люди на этом узнают многое. Никаких Николая, Анны, Колесниковых нету. Но я благодарю Бога, что кто-то эту придумал игру, а для меня она вот так раскрылась. Это особая сторона, особый канал хоть открывай. Ежедневно я выставляю события прошлого дня. И что мне писали, все выставляю. Вот так и здесь. Здесь ничего для меня в утере никакой нету. Время я не тратил. Я молился об этом. А человек, который эту игру затеял, молитва-то от Бога, то она все равно срикошетит на него. Есть имя, есть адрес, все есть. Понимаете? Телефон, жена, я с ней разговаривала два раза. Что за история? Все может быть обдумано, но именно нет этого. Человек, который там живет, говорит, жена, адрес, все есть. И они думают, как бы лишним не сказать. Если когда мы узнаем такой обман, мы обратимся к властям, он не оскорбляет, а за пустоту не судит. И поэтому один из вариантов, все, что говорят, жена или соседка говорит, мы это тоже вы не знаете. То есть он назвал ее женой. Он сказал, что живет в Миссисипи где-то. А он живет, может, у вас за забором или живет где-то в Барнауле. Мы этого тоже не знаем. Так что я знаю вот эти насмешки, но еще ни разу не было, что Бог меня выставил на посмеяние. Они после этого скрываются и боятся носу показать. Почему? А вот то, что недоброе у них было, меч Галиапа в руке сверкает. А теперь он в моей руке. Я у них перехвачу эту инициативу. И они тогда прячутся, а меч за ифоном будет висеть на готове. Замечательно. Хорошо, я все поняла. Но только попробуйте все-таки на этого Вокера выйти. Он ведь по-русски и говорит, и пишет. Здесь-то вы прямым русским текстом можете его упрекнуть, что он странно себя ведет, никак не по-братски православному соседству. Почему он игнорирует сделать вам один звонок и ответит на несколько ваших вопросов? Укрикните его так. Найдите какую-то цитату из Евангелия, что, мол, это нехорошо. Я звонил, ответа нету. Все, где-то нету, хозяина нету. Я звонил. Но другие прямо на него выходили, мои близкие друзья, дали адрес. Ждем на рождество, приезжай с детьми, я ему приглашение сдал. Тут недалеко, рядом. Ну да, что-то и дело. Точно та же, ни ответа, ни привета. Вот это как раз. Во-первых, человек русскоязычный, легче общения. Совсем рядом от вас в двух шагах. И ему не надо выходить с вами на контакт. Это ни о чем не говорит. Это кошмар. Это именно настоящая игра. Его все эти смеячки на сайте, у него это свой сайт, где он все смеется и смеется. Кому это нужно? Да. И даже на телевидении, Барнаульское телевидение его приглашало, или Новосибирское. Новосибирское, по-моему. Он есть передачи, где он по телевизору выступает. Посмотрите получше. Он встречается, я видел разговор со священником с одним, который очень близкий к патриарху. Но он ничего не знает священника. Он благословляет все танки, все священником, с которым общается. Но его это не касается. Он хихикает и хихикает. А эти, которые, допустим, игру ведут, он спросил, наше отношение к войне, то есть, надо за это засыпить как бы. Я ответил открытым текстом. А как жена? Как развод? Я на все вопросы ответил подробно. Ни ответа, ни привета. Ну так вот, я бы сказала так, что этот как раз вариант, этот персонаж совершенно нереальный. То есть, он реальный. Существует такой человек, но он как миф какой-то, как дым. Он клоун, у него свой сайт. И вот я сейчас хотела посмотреть, насколько он популярен там, сколько у него этих подписчиков и так далее. Надо посмотреть. И как давно он этот сайт держит, и почему люди его уважают или любят, и даже в Новосибирске приглашают на канал. А в результате серьезных разговоров абсолютно невозможно им вести. И он наверняка за столько лет наслышан о таком человеке, как Игнатий Лапкин. И у него бы, если поразмыслить немножко, у него бы должен был возникнуть интерес выйти на вас. Однако, даже когда вы приглашаете, он не выходит на контакт, это стопроцентная какая-то шейк, как сказать, придумка какая-то. Что-то все нереальное. Вы говорите там какие-то посещения, это ничего не значит. Стоит одна бабушка и говорит, как почистить правильно сковородку. Больше ничего нету, ничего в ролике нету. Сковородку. Полтора миллиона посетителей. Миллиона! И что, ну это прошли мимо, как в окно посмотрели, там стоит женщина голая, желтый огонь, или она приглашает к себе. Он прошел мимо, ему это не надо. Но посмотрели, посмотрели, а аппарат фиксирует и все. И эти тоже точно так же. Он говорит по-мирски и мир слушает. Об этом говорит Евангелесиан. Ничего удивительного в этом тоже нет. Но когда эти люди, допустим, Новосибирские, наткнулись на меня и я им рассказал о вечности, то другое. О, вы тут, нам это не надо. Я написал большую статью. Большую. И посмотрели, нет, у нас не пойдет. Считатели это не примут. Я говорю, зачем вы за считателей беретесь отвечать? Напечатайте. Напечатали, и она вышла на всероссийский конкурс, статья. Я говорю, а вы решали, пойдет, не пойдет? Так мы не знали, не думали. Думать не надо. Я ваш клиент. Я сказал о восстановлении души, не земли, души. Распроданная Россия, но душа осталась у человека, не у государства. И люди, которые к этому сразу прилепились, сразу стали звонить. А как помочь? Как вы? Мне не надо помощи. Я сам оказываю. На нас иногда наталкиваются. Я вернулся с отпуска, сунулся на телефон, а у меня денег там нету. Я тогда созвонился, где? А сняли, говорит, вас, говорит, обслуживала одна организация. Какая? А вот такая-то. Я вышел. А чем вы занимаетесь? Ну, мы вот то другое, старые люди бывают, требуется утешение, и мы тратим время беседуем, утешаем, как психологи. Я говорю, я сам утешу любого. Я бы с вами утешался. Зачем это? Нет, ну, вы, знаете, вы звонили? Да, звонил. Я говорил о лагере, давал объявление. Ну, а как вы меня утешали? Нету. Так, деньги верните. У меня это пенсия, больше ничего нету. 153, или сколько там показалось, 135 долларов, все. Да нет, хозяйки нету. Я говорю, верните к вечеру, если деньги не поступят на мой счет обратно. Нет, я сразу же в прокуратуру, везде. Проходит полмесяца примерно, деньги все возвращены, их лавочка закрыта, я спрашиваю юриста, это большой ущерб, они говорят, громадно, им теперь не зарегистрироваться. Ух ты, здорово. Это не просто так. У меня было такое, я пошел получать там, кто-то на мой счет, на карточку, за книги там бывает, присылают, и гляжу, цена не сходится, сколько надо. Я подошел, а почему? Ну, это, тут, уведомление, прямо в телефоне, а я не просил уведомлять, я рядом живу, я сам пришел, сколько там, 53 рубля, 53 рубля. Я говорю, верните. Да вот оно никак, я говорю, я еще раз повторяю, и ухожу, и рассказал, директор вышла, в чем дело? Я говорю, 53 рубля, с меня сняли, а зря, это, нехорошо. И она тут же, вы копейками меня считали, до свидания, больше меня не трогают. Все, это мое законное. Законное, и поэтому я ничего не беру, вы обманщики. Раньше было так, я билет беру, а раньше было так, если ты берешь за 2 часа раньше, то с тебя высчитывается там, рублей 10. А если за 2 часа до отправления поезда, то по цене. Я встал и стою. А что не берете-то? Я говорю, так еще, ну да, 5 минут прошло, сейчас не меньше 2 часов. А она тогда говорит, это вы из-за этого стояли, у меня нет лишних денег. Я экономист. Она головой покрутила, выдала по настоящей стоимости. Поехал в другой город, там берут больше. Я говорю, а за что взяли? Ну, за то, что мы продаем. Да как, без этого, без того, что вы продаете нельзя. Я пошел по милиции. Милиционер говорит, надо, вчера только сняли, говорит, опять то же самое. Новую поставили. Понимаете, как? Это надо везде знать свои права. Проводник подходит, проводник подходит и привязывается. Я случай говорю, из жизни-то. Я ему показал билет, все, он еще что-то привязывается. Я говорю, так, минутку. Я пошел, там, где у них, начальник над проводниками, призвал его так. Почему так ведут себя? И вот ужас сняли, и на остановке этого проводника оставили, поехал поезд дальше. А вы встали вдоль проводника и стали проводником. Знаешь, как Господь делает-то? Вот мы на поезд садимся, а поезд уже тронулся. Слезли мы зря, потому что в билете уже была остановка, а делать можно только одну. В Москве мы уже сделали. Я говорю, поезд-то уходит, уходит. Вот он, остановился, мы сели, сели там в 13-й, а идти надо нам в 5-й, а посередке ресторан. Мы через ресторан идем, а уже время где-то, ну, часа 4. И последнее, которое убираем, последнее, а наше человек 8 идет. И она говорит, ходит, тут ночью не дают. Он говорит, спаси Христос. В это время дверь открывается сбоку, а там директор ресторана говорит, где Христос? Да вон эти Иисусики пошли. А у ней там, непорядок в ресторане. И она говорит, ты сейчас утром пойдешь, там возьми с собой что-то, найди в каком они вагоне и пригласи сюда. И правда, она утром пошла, ну, с бородами, она нас увидела где. У Бога все вымерено. Это вы ночью шли, мы. Так вот, мы, директор просит вас прийти. Зачем? Ну, она хотела узнать, что, о, готовы. Мы все пошли. Пришли, спросили, а у нас как раз пост перед Пасхой. Неделя, страстная. Они угощают нас. У нас вчера ехали священники, они тут напились, пьяные, мясо ели. Как же это? Я говорю, нет. Ну, хоть что-то возьмите. Я говорю, картошка, такая немножко с сырью, нечищенная. Вот, я тогда в ресторане встал и стал говорить, в этот день я проповедовал больше четырех часов в ресторане. И вот один подошел, так, вы тут, я вижу, долго агитацией занимаетесь, показывает, сотрудник КГБ. А в это время директор увидел, она вот так руки в боки подошла, кто? Компетентные органы. Да ты у меня, миленький, вчера на карачках выползал отсюда. Я тебе сейчас... Извините, пожалуйста. Извините, он сел и слушал дальше. Вот это надо. Они спекли эту картошку, я вот так, большое блюдо, на руке донайские дары. И мы пошли домой, в ресторан, на свое место. А там другое чудо. Одну женщину из города Пензе откомандировали в город, в Москву найти Евангелие, хоть одно Евангелие купить. А мы достали. И она в это время... Это какие годы? Те самые 70-е, когда вы первый раз приехали? Я не знаю, даже мы ездим каждый отпуск. В мостопоезде работали, бесплатный был билет в один конец страны. А у нас один конец какой был? Вернуть к родителям, переплыть в Космическое море, в Молдавию, в Санкт-Петербург. Это один конец назывался. И везде остановки, и везде чудеса вот такие. И женщина эта оказалась в нашем купе. И мы решили отдать ей Евангелие. Я ей рассказал случай. Я говорю, знаете, бывает как? Очень интересно. Мы однажды... Она говорит, случай такой был. Ну, просто вообразите, я рассказ рассказываю. Что мы плакали, так просили. Ну, нет нигде. Ну, пошли ягоды собирать. А ягоды хорошие растут возле линии. Там скотина не ходит. Мы собираем ягоды. Поезд идет, мы присели в траву. И вдруг что-то рядом падает. Мы, говорит, смотрим, лежит Евангелие. Евангелие с неба пало. Я говорю, может, с поезда выбраться? Ну да. Так это мое Евангелие. Я разговаривал, а хулиган у меня выхватил и в форточку выкинул. А они в это время берут ягоды, пришли на это место и ждут, когда хулиган выйдет. Я этого хулигана потом вышел, и я стал беседовать. Я говорю, ты сделал. Знаешь, что сделал? Да знаете, я простите, я хотел попросить прощения. Я сегодня с тещей поругался, говорит, а на вас решил засунуть. Я говорю, у Бога это. И теща тут благоприятный раз играла. Ты понимаешь, нет? Я рассказываю такие чудесные истории, которые в моей жизни были. И вы никогда не придумайте, какую концовку Бог дал. Поэтому, вот сейчас, что они делают, пишут, я извлекаю пользу. Терпение смотреть, усиливаю молитву. И кто это играет, на него рикошетом идет сейчас. Он не знает, что отвечать. Бог ему пытает мозги направо, а они его налево. Он перемещает ему мозги на правую сторону. Поэтому он не может ответить. Он не знает, дать фотографии, не знать, куда поехать, зачем жарданбиль поехал, а может быть, правда ездил, а может и ездил. Все на своем месте. Мне не дано это расследовать. Мне не дано узнать, его увидеть, поэтому я молюсь. А как узнать, Ян Златоус поехал в командировку за Босфор. 400 священников почти снял несоответствующих. Запретил. Возвращается, опасал самого хорошего митрополита Севера. А тот заперся, его не пускает, захватил власть. Ян Златоус, и он не мог увидеть его. А как? А не дано, говорят. Я не мог знать, кто это. Вот какое дело-то. Так что, я не знаю, кто, но я молюсь, да будет воля Божия. Кто это там, какой Митчелл, я выберу бумажку и молюсь. Посмотрим. Посмотрим. Один вопрос. Все ваши истории, вот то, что вы мне сейчас рассказали, один фрагментик, а сколько у вас их было? Вы их записывали или нет? Записывали. Они у меня есть. У меня еще не архивирован мой где-то отдельно аудиосклад. Примерно 2500 часов. О-о-о. Вот теперь считай, сколько, как беседы идут, где мы были, в каких городах. Я выступаю там в одном месте 450 баптистов. Пресс-митер в конце вышел и встал. Я ко всем обращаюсь, братья, вы согласны с этим, что я говорил? Да, мы все переходим в православие. Понимаете, это нельзя передать словами, что дальше я выступаю в Таллине среди пятидесятников. Там где-то мормоны. Это даже высказать нельзя, что Бог делал. Кое-что отображено, но снимать все мы не имели возможности. У меня магнитофон... Техника была другая, конечно. Другая, но однако была. Вот я считаю, вышла серия 14 небольших книжечек, страниц по 150, православие, католицизм, профессор Мщедлов, баптизм, Митрохин, Лев Николаевич. Самое хорошее из них, религия на современное это, это о баптизме. Митрохин. Я поехал в Москву искать этого Митрохина. И я его нашел. Он пришел с профессором к памятнику Пушкину, мы сидим. А я зарядил, в сумке у меня разговор весь записывается. Но я решил улучшить. Я говорю, Лев Николаевич, а вы мне не разрешите записать вас? Он сразу насторожился, и давай прощаться. Вот, понимаете, это история, ни у кого такой не может быть. почему? Ну, с такими словами. Я говорю, а где вы могли так много узнать? А я простой костромской мужик. Костромской, но вы саму и суть коснилась. Я эту брошюрку, ну, не брошюрка, а книжечка, так, буклет или что-то, страниц 170. И мы закупали всю и дарили людям, настолько там правильно все записано было. Профессор Митрохин? Митрохин. Баптизм называется. Одним словом, баптизм. Ага. Митрохин, Лев Николаевич. И, допустим, я был в литературном институте, в этой тоже история неизвестна вам. В это время там самый популярный, сказать, драматург. Он только что вернулся из командировки в Японии и преподавал 6 месяцев. То есть, очень знатный, старейший. Я с ним беседую. Я говорю, а вы не против, чтобы записали? Он у меня микрофон из рук, и прямо под микрофон давай отвечать. А через коридор там какой-то у них, не знаю, что-то, симпозиум или что-то, молодые поэты России. Ну, я зашел, а Ашанин или Лев вел. Это Ашанин, да? Да. Ну, а кто вы такой? Я такой-то. Я говорю, а что-то по одному стихотворению, а полный зал? Ну, а я дорогой ехал, и там попали цыгане, и что они безумствовали цыгане, как на вокзале было. Я написал о цыганах. И он мне разрешил сказать. Я, как сказал, вокзал, там, метлой и шваброй истово крестился, когда цыгане попали. А эти, которые говорят, разрешите, чтобы еще сказал. Я еще одно стихотворение бывшее. Другие еще. Он говорит, знаете, у меня впечатление такое, что ворвался ветер, все наши форточки, говорит, откинул, говорит, я говорю, я не поэт, у меня это стихи, проповедь в стихах. То есть, вот это все. Дальше, вот как, как я в третьем году. И вы в этот Литинский тут зашли, как всегда, в своем облачении, борода, сапоги кирзовые. Все, все так. Сапоги, вот в Америке поехал, в сапогах кирзовых, гемнастерка, больше ничего, это и рюкзак, чувак у меня военный. Я же никогда не забуду, как вы пришли ко мне на Арбат, звонили в дверь в этом видео. Это же был где-то 78-й год. Когда вы первый раз приехали в Москву, вы помните ваш первый визит в столицу? С вами, когда встретиться, нет, в Москве я был, до этого бывал в Москве. Вы не помните ваши первые годы, когда вы приезжаете в Москву? Я не знаю, я помню, как мы с Александром на велосипедах ехали. Это, да, а первые, первые, вот ко мне приехали на Арбат в их 79-м, когда я сделала только фильм о матери Тересы. Она получила Нобелевскую премию, мы получили ролик хороший, ее фотографии, не картинки, а именно рассказ о ее жизни в фото. И мы быстренько сделали таксом фильм, и каким-то баптистам его захватили, потому что он очень интересный, раскопировали, и он до вас дошел. Потому что, когда ко мне кто-то звонит в квартиру, я открываю, стоит такой бородач в кирзовых сапогах, и мать Тереза, я глаза вытращила, и этот бородач падает на колени. Мать Тереза, и вы стали меня называть Мать Терезой. Вы, конечно, этого не помните. Так что это был 79-й. Тут интересно, я сидел с одним в камере, Север Владимир Митрофанович, а он коммунист, главный рыбак Алтайского края. У него все космонавты, первые секретари, все там отдыхали, приезжали там. Но внезапно умер первый секретарь Алтайского края, Аксенов. И его сразу арестовали. И мы с ним в одной камере были. И он теперь рассказывает, как он со мной заочно был знаком, как там прокуратура, как они беседовали, как что было. Ну, когда я освободился, а ему 14 лет намотали, а он шел как за паровоза главного среди обвиняемых. Я за него везде начал ходатайствовать, прокуратуру, везде. А жена его лежала в больнице. Я узнал, в какой больнице Нина Ивановна пришел. Я говорю, Нина Ивановна, как мы первый раз встретились? Я этот вопрос ей задаю. Она говорит, да я же была в реанимации. Глаза открыла, ничего не пойму, что-то такое передо мной на коленях волосатая такое стоит. На коленях. А она в омороке. Я только пришел, поупал и ухватился за кровать перед ней около головы. И молился, и молился, пока она не проснулась от наркоза. Ей это запомнилось. От наркоза и от молитвы вашей. Это Господь сделал. И дальше, как она поет в Москву, снабили адресами, так она, она говорит, я такого не видала, как ее приняли. Там кормили, поили, она везде ходатайствовала за мужа. У Бога все вымерено это. И поэтому от меня тут еще не зависело. Бог меня толкнул, а я пошатнулся, ногу подставил, чтобы не упасть. Оказалось, что наступил на змею на голову. Вот так. Поэтому этих случаев в моей жизни было очень и очень много. И они от меня никак не зависели. Я вот рассказываю, как я в Третьяковке был. Это я помню, да-да-да, вы рассказываете. Как я проповедовал в соборе Василия Блаженного, в те, Василия Блаженного. Да-да-да. Как я в этом, в Эрмитаже проповедовал, в Исаакиевском соборе. Все забито, никто выйти не может. И тогда давай хоть маленько как-то народ сдвинуть. Это Бог делает. Ну, хорошо. Тогда я вам напомню ваш рассказ. Вы мне рассказывали. Помните ли вы это? Возможно, первый раз вас посадили, и когда у следователя, значит, Игнатий, да, Лапкин, да, такая-то статья, такие-то дела. Вот вам такой-то срок. И вы в ответ радостно, ко славу Богу. Это то место, где есть мне работа. Слово Божие проповедовать, Христа проповедовать. Иди, иди, уходи, уходи отсюда, ты нам не нужен, иди, иди. Они вас выпустили, они вас испугались. Это ваш рассказ. Ну да, это в Москве, это в Москве меня задержали, как, они потеряли, я ехал необычным маршрутом в Караганде, а в Караганде адвентисты седьмого дня знали, приехал профессор на беседу, все везде микрофонами уставили, и я говорил там слово у них. Они узнали такие вежливые, а чай чем заварен? Я говорю, я без заварки пью. Так а может травами? Травами можно. Мясо какое? Я говорю, я не ем мясо. Это им так понравилось, что я свинину-то не ем, а они за это-то. Да, да, да. И через это Господь дальше стал работу свою делать. Поэтому в моей жизни какие корявые места на моем стволе, на моем дереве, они все послужили на пользу. Вот как в Москве мы были, там, сейчас я не могу даже сказать фамилию его какая-то, забыл, баптисты, молодежь, и они назначили встречу. Но нам надо было там переходить через ту площадь, где КГБ-то находится-то. Да, да, да. Вот. Памятник Дзержинскому там был. Да, они сразу сказали, знаете, за нами следят. За нами следят. Я говорю, как? А мы, говорит, обдумали об этом. Сейчас мы доходим вот до этого здания, а они едут сбоку на машине за нами. Мы сейчас оторваться даже. И как? Мы сразу ныряем вот здесь в подъезд и бежим со всех ног. Не отставайте. Ну, я бегал здорово. А на той стороне машина нас ждет. И мы сразу едем в другом направлении. Так же было у нас в Латвии с баптистами. За нами гонятся. Они говорят, а мы знаем, что. Мы уже предвидели это. А там есть поджелезную дорогу и стоим, ну, километров за 30 поставили машину. Доезжаем сейчас. Вы сразу выскакиваете и один бежите на ту сторону под поездом. А там вас на машину берут и они потеряют след. То есть это, когда нас здесь отарестовывать готовились, как мы бежали по крышам, падали. Слышали это? Это боевики. Это боевики настоящие. Вот почему я у вас спросила, записывали бы это все. Это действительно готовый сценарий для интересных фильмов. Пора бы ваш... У вас стали выходить хорошие фильмы, но пока что очень слабенькие, когда касаются темы вот этого периода советского времени, когда люди жили в страхе и как вот жили христиане. А это просто у вас готовая история. Сильным сегодняшним режиссером, как есть у вас такой урсуляк, ему дать этот сценарий. Давай, делай фильм. Он смелый, честный человек, мне кажется. Так что вам, мне надо приехать, вам это все делая, заставить все это наговорить, написать. И в Москву. Мы когда в Москве были, а в это время, кажется, Рейган приезжал. Ну, там отец Глеб Якунин был, и он говорит, меня пригласили на встречу. И он берет полный стакан водки и выпивает, и говорит, и что делаешь-то? Глеб Якунин, а пускай знают нас, русских. И мы тут сфотографировались, но видно, что в глазах у него нет ясности. С отцом Глебом фотография сохранилась. А были на квартире у попков, может, знали, высокого роста. Это Баптист. Да, Баптист. Вот. Я узнал, кличка какая у него, клоун. Кличка КГБская, клоун. Он стучал, да? Да. Я теперь у своих написал бумагу в КГБ, и говорю, я хочу узнать, когда я был в вашей разработке, то какая у меня кличка была? Мне пришло на бумагу ответ, а у вас клички не было. Они не придумали никакой. Вы говорите, под своей фамилией, а где я шел? Всех обыскивали. От нас, кто уезжал, дорогой у всех обыск был. Меня до самого последнего не трогали. И когда я сменил маршрут не на Москву, а съехал и скорее в Караганду, они меня потеряли. И в Москве везде было задержать. И когда в Москве я в метро был, слышу, они кричат, он едет в эскалатору. Там милиционеры два выскочили, ждут меня. Это представьте себе, сколько времени они разрабатывали. То ну меня сразу к себе. Поговорили? Все. А какие мотивы? Какие мотивы? Никаких мотивов нету. Ничего нету. Просто проверяют, говорят, тут на вас такое, там, чуть ли не наркотики развожу. Я говорю, я не курю. К слову сказать, на один завод послали, а там пропуск и фотографии побольше размером. Я говорю, а почему фотографии-то больше? А еще, вы не знаете, это военный завод. Как? Ну тут новые корпуса и мы должны закладывать сейчас фундамент под станки. Эй, нет, брат, не пойдет. Авиационный завод. Я уйду. Я сразу повернулся и работать не буду. Я на военную промышленность не работаю. Я пацифист. Ну, еще день-два там побыл, пока меня выпустили. Меня остановил раз на вахте и в сторону. Я говорю, в чем дело? А вас видели, как вы с бутылкой проходили? Я говорю, подойди сюда, старший. Я в рот не беру алкоголя. Да вы что? Я говорю, здравствуйте, над вами весь завод будет хохотать. Да киди отсюда скорее. Опять. И там были. Отец Геннадий Фас говорит, Игнатий спасает его безупречность. Они ничего. Когда меня арестовали в 86-м году, то это уже полковник, он был, Никулин, Юрий Михайлович. И он пришел, на пенсии был, пришел и говорит, какого дурака валяете? Вы кого арестовали-то? Он какой вам, какой вред-то делал-то? А мне говорит, дураков хватает и у нас, и у вас. Конечно. Да. Да я понял, что Солженицын меня научил. И Зоя Крахмальникова говорила, прощай тюрьма. А Солженицын говорит, благословляю тебя тюрьма, что я был здесь. И когда меня второй раз арестовали, и о которой там в тюрьму входишь, там обследование, там на железке, там проверяют все это, чешут тебя. И один говорит, о, ты опять попал. Запомни, тогда была семинария, сейчас тебе Академия будет здесь. И вы знаете, как я со следователем-то говорил, а у меня с собой был тайный предмет, я говорю, вы можете вынести? А как? Пищуков Виталий Николаевич. Я говорю, ну только дайте слово, чтобы вы выполните. Да. А там проверяют раз за разом где-то. Я говорю, я пронес крест серебряный, священнический. Считается, что от расстрелянного священника перед самым арестом пришел человек, на меня надел его. Он на мне был, но я его не носил. Он лежал в кармане. Я тогда, который дает хлеб, дождался, когда мне корочка будет, выскреп оттуда, его на угол разложил и заклеил, и засушил. И когда я его разломил, он так ахнул. Это нигде не нашли, я говорю, нигде. Он не вытерпел. Взял этот крест через коридор, пошел к другому следователю и говорит, вот мне попался какой. Всех провел, говорит. А там сидел один на допросе, а его потом сунули в нашу камеру, и он все это рассказывает, как он пришел. Это нельзя придумать. Была женщина там одна, маленькая, ростом, ее звали Эльза Кох. Она такая была, прям боялись ее, зэки даже, маленькая. А я все сидел и писал, и писал, какие праздники, почти в перму, я записал пасхали, в какие дни, на 20 лет вперед. Думаю, 20 лет дадут, я буду помнить хоть. И когда она на меня повела на допрос, а за что сидите, я говорю, 190 прим, распространение заведомо ложных измышлений, порочных общественных государственных истерий. Ну и за веру взяли, это я златоусты начинал, а у вас праздники, знаете, когда? Я тогда в карман лезу, листики ей даю. Заранее. Так она теперь, когда меня с допроса уводила, никогда не проверяла, с ее разрешения я с чеснок приносил, Надежда Васильевна брала орехи грецкие, перемалывала на меду от сердца мне, и я это проносил. И она идет со мной, говорит, душевный человек. Господь ничем ее приобрел. А начальник, нет, нет, до меня вызовет. Ну ладно, родимый, садись, поговорим. Так, у тебя легкая статья, ты, родимый, не беспокойся, тебя тут никто не тронет. Ты, вот скажи мне, правда нет, написано, что должен Михаил Мещеный прийти? Я говорю, такого слова нет, Мещеный, но Михаил есть, это князь еврейского народа, архангел. И начальник тюрьмы, Соломил Александр Семенович, ушел на пенсию, умер по-христиански. И дальше, однажды мне позволил тайно позвонить, набрал номер, я сказал, сапоги мне принесите, я в валенках, уже лето идет, а я был в сапогах. Он говорит, только быстро говори, потому что у меня, говорит, тоже прослушка идет. Конечно. А следователь принял крещение с троекратным погружением. В тюрьме? Нет, следователь, который у меня был, он-то не в тюрьме, он-то на свободе. И потом он приходил ко мне на работу, когда я освободился. Вот, и не кому-то доверили вас, а мне. Да такой веселый пришел, что и дела свои у меня забыл на столе. А у меня под столом была кнопка, я ногой нажимал, и включался скрытый магнитофон, и все записано. Игнатий Тихонович, там много работы для меня, эти ваши архивные записи, расшифровывать и приводить лист. Ну, только это надо на катушечном магнитофоне, у меня кое-что сохранилось. Но, я их берегу, есть такие у меня еще не расшифрованы, с отцом Глебом, интервью 16 часов. Вообрази. И у меня есть видео. Кстати, я вам не рассказывала, я ведь два раза, 10 лет назад, и, по-моему, 8 лет назад, не знаю, что меня так осенило, может быть, это промысел божий, купила видеокамеру, и два раза свои отпуска потратила на то, что обошла очень многих людей, брала интервью, воспоминания об отце Александре. Интереснейший материал, богатейший видеоматериал. И в том числе и Глеб очень много разговаривал, раза, два, три я с ним встречалась. Очень интересный материал. Тоже еще не обрабатывала, так сказать, не знаю, что с ним делать. книжка Михаила Александрович Мень, который был еще в министрах совсем недавно. Да-да-да, я знаю, знаю. Вот, вот. Сам губернатор Московской области даже. Это первое. А потом он был министром ЖКХ в Москве. Вот. Я все хотела с ним подключаться и рассказать ему эту идею, видеоматериала интересного, чтобы устроить какой-то цикл передач на телевидении. Да. Вот, воспоминания. Тем более, уже многие и умерли за эти годы. Нет, Павел меня так и не познакомил. Павел меня не допустил до него, до своего племянника. Вот так. Там меня тоже держат в какой-то опале в этом месте. Знаете, сегодня... Кстати, вот, простите, я вам послала видео и сайт с отцом Александром. Вы получили? Какой? Какой фильм, который до этого в интернете стоит? У меня есть этот фильм. Нет, нет, нет. Вы меня спросили, что вам хочется сделать некоторые записи священников одного, другого, третьего, проанализировать как бы их работу как священников. и я вам тут же послала сайт damian.ru это вот тот самый храм в Шубине без серебряников, где отец Александр Борисов, а наверху фон находится. Я вам послала этот сайт и видео. Я ничего не делал, я ничего не делал, потому что надо выходить на кого-то как-то. Я стал искать людей, которые люди вас не знают даже, а они стали записывать. Но для меня это они не поняли. Мне нужен момент присчастья и что делается в храме. И объединить в разных местах, я там показал, где у Борисова, где служит у Георгия Кочеткова, и показать, где ключ к этому, чтобы все это развернуть куда надо. Понятно, понятно. Ну ладно, просто я вам послала видео одного проповеди отца Борисова, посмотреть, как он сегодня выглядит. Если вы его видели когда-нибудь. Не видел я его, лишь я не встречался. А, понятно. Ну ладно, ничего. Ну ладно, ну ладно, это можно без конца разговаривать, забавно очень. Так, ну и все, я сейчас ухожу, мы сейчас в храм идем. Благослови меня выставить этот ролик, что мы сейчас разговариваем. Ой, ну вы его хоть немножко просмотрите, урежьте там много, много на душах. Я Богу доверяюсь, понимаете, через каждый люди находятся. И если это, что говорили, там узнают, они сразу накроются. Это очень полезно. Ну полезно, но видите ли, это наша спонтанная, замечательная беседа. Доверься моему опыту. Ни одного ролика у меня не было, чтобы было во вред. Почему? Я Богу доверяюсь. Он изничтоженного делает совершенное. Ну хорошо, хорошо. Согласна, согласна, согласна. Господь, сестра. Так, выходите, вы свое дело делайте, узнавайте, постарайтесь вывести по скайпу, чтобы мы трое разговаривали. Вы сами ему напишите, вы с ним прекрасно переписываетесь. Стив, включайте скайп, я желаю с вами общаться, видео. Нормально, одновременно, чтобы мы трое были. А когда вы его добьете, и он вам скажет, что, мол, я согласен тогда-то, тогда-то, вы мне дадите информацию, я подключусь. Благодарю. Сами толкайте его и толкайте. Слава Иисусу Христу. Так, для Слова Божия не туз, у вас теперь книги этой нету. Вы не знаете результат того, кому дали? Тот он прочитал или нет? Не знаю, он по-прежнему очень больной человек, но это не беспокоит, не беспокойтесь. Это московский мой очень старинный друг. Если я к вам все-таки буду двигаться, ваши края, то, естественно, через Москву я у него эту книгу заберу. Хорошо. Еще вопрос. А вы, когда поедете, не могли бы взять с собой сына? Которого? Из трех-то? Который может приехать, а хоть и всех троих. Это невозможно. Я их в кучу редко очень вижу сама. Я говорю, я не знаю. По незнанию я и говорю. Дело в том, что будут люди, они что-то новое для себя, для души возьмут. А кроме того, будут руки. Я подарю вам 38 книг все, чтобы можно было утащить. А это 31 килограмм. Это я помню. Я помню. Я помню все ваши книги. Я говорю, мы из Дании, это мой старший, очень хотели в этот раз летом, то есть летом, в сентябре мы были, в сентябре, но говорю, там всегда люди как-то рвут нас на части. И все время пробежало очень тяжело. Вот. Ничего не могу объяснять, потому что он военный. Он тоже не подвластен, он не свободен. Ну, скажите, что как Богу угодно. Бывает так. Это когда? А я тогда прошу ваших молитв. Я вам честно, искренне говорю. А Гнатрий Тихонович, днем и ночью. Нет, я вам, я вас концентрирую, я вам дам направление молитвы. А, это Даниил. Даниил. Хорошо. Ему 38, 36. И он очень одинокий. Он, ему давно-давно пора семью. он очень одинокий душевно. Вот. И здесь он уже понял, что никогда не найдет себе пару в этом мире нашим лживым. И поэтому вот в этом смысле подключите свою молитву, чтобы моему Дане устроить свою судьбу. Он верующий? Конечно, да. Так, я спросил про Александра вашего. Сколько лет ему сейчас? Он с 56-го, считайте сами. Ну, понятно. Посчитано. 56-го. 63-го. Так. Нет, 63-го. Я насчет книги спрашивал. Если бы в руки попало до слова Божьей нету, ему не полезно было бы? Нет, нет, он что вы? Он страшный, он алкоголик и фантомист. Ну, прости меня, я просто хотел добро... Нет, 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 он попал, поймите, это отдельный разговор, долгий, при встрече. Все, все, все. Он попал в тот мир, который ему нужен, в нем развелись все задатки, которые в нем были незаметны, в те давние времена. Понятно, если случится, разговаривает, напомните обо мне и скажите, а вас беспокоится один человек, знающий вас. Нет, мы с ним не общаемся, никто из чего. Так, отошел. Все, с Богом. Кхе-кхе-кхе.